Вы понимаете, вот такие две выдающиеся личности, два выдающихся монастыря. Они должны были, конечно, столкнуться где-то, и будет собор 1504 года, где по двум вопросам будет собор. Что является главным авторитетом в вере? Взгляд нестяжателей – только Библия. Взгляд стяжателей – авторитетом является Библия, постановление царей, решение соборов. В общем, большой список авторитетных указаний. Второй был вопрос на соборе – отношение к еретикам. Отношение Нила – надо их убеждать. Мнение Володского – надо их казнить. Вот этот Геннадий, архиепископ новгородский, он был в той же партии, как Иосиф Володский. Одинаково они мыслили. Монах Захария, с которым беспорезные прения имел Геннадий, он твёрдо утверждал, что его взгляды православные. Послушайте, какая деталь из суда над Захарией. Почему иконам не кланяешься? Послушайте, Захарий из речи Хулу на иконы. То есть он не признавал иконы святыми, чтобы им поклоняться. Это черта опять-таки тех же стрегольников, понимаете как? Так же, как и вот этих вот Московско-Новгородское движение. Захарий, это так приходится по мозаику собирать. Никто не признавал обвинения в жидовстве, потому что его такого не было. И их, вот это начинается действовать, русская инквизиция. Там были ещё такие два попа, Кенис и Алексей, которых царь приблизил к себе, потрясённые их эрудицией, их пламенными проповедями. Он их в Москву перевёз. Но вот враги объявили их тоже жидовствующими и поместили в такие нечеловеческие условия, что один из них разум потерял, а другой умер. То есть можно так представить себе, как обращались с ними. Вы понимаете ли, что существовала русская инквизиция? Денис даже лишился рассудка и умер после месячного заточения. А Денис и Алексей были высшим кремлёвским духовенством. Были взяты высшее кремлёвское духовенство. И царь любил с ними беседовать. Но иеретики знали Библию лучше, чем православные пастыри. Понимание истин Библии, разумное понимание, обязательно связано с социальным опытом. Поэтому Бог нам даёт пережить разнообразие этого опыта. Вот, когда вы будете читать, у меня указано здесь по-спиловски. Он пишет о стяжателях и нестяжателях. Он пишет одинаково, ну как сказать, восхищённо. Потому что эти такие святые, а те такие деловые, государственные. Ну вот некоторые историки говорят, что вот этот вот тип, как Иосиф Володский, он привёл к разорению церковь. Она потеряла своё назначение. И потом вот этот тип его жёсткости, благочиния, внешней формы. Ну, некоторые увязывают этот исторический опыт, проводят прямо там до Сталина. Ведь времена Сталина были очень религиозные, только религия другая. Тоже жесточайшая дисциплина, полнейшее повиновение, высокое понимание патриотизма, значения, величия, богатства и так далее. Понимаете, это целый конгломерат идей. И вот нам очень полезно эту историю знать, потому что мы тоже иногда находимся таким вопросом. Как нам? Стараться ли нам оказывать влияние на власти? Стремиться ли во власть? Чтобы был там наш голос слышен? Как? Вот понимаете ли, вот это, такой опыт даёт вам возможность поразмыслить. Так вот, почему ты, почему была, как прошёл собор 1934 года? Трагедия этого собора была в том, что накануне него тяжелейше заболел Иван Третий. В общем-то, он умирал. Были какие-то моменты просветления, исцеления, но, в общем-то, он умирал. И поэтому он не мог защищать нестяжателей. И он, около него был этот Иосиф Володский, который грозил ему страшными казнями и адом, если он не поддержит именно его на соборе. Вы понимаете ли, умирающий человек, можно его запугать. Он уже ослаб. И поэтому на соборе победила партия Иосифа Володского. И поэтому, вот историки говорят, сделала этот собор невозможной реформацией в России. Потому что на соборе было постановлено такое отношение к эритикам, что их не слушать и бесед с ними не заводить, а казнить и вешать. И отношение к авторитету, что авторитетом является царское слово и царское постановление. Ну, Библия тоже, между прочим, но она не является единственным авторитетом. И вот эти решения были приняты официально на соборе. Проблемы стяжания и нестяжания, они не закончились тут. Вы знаете, что всё не кончается. Под разными названиями всё одно и то же идёт. Что случилось? Иван Третий, после него будет царствовать его сын Василий. Но Василий – это совсем не тот сын, который предназначался для царствия. Вы помните, была Елена Волошанка, его сын Дмитрий. И эта партия потерпела поражение в связи с собором, потому что там были осуждены вот эти нестяжатели, а она была их сторонница. То есть в Московско-Новгородском движении участвовала эта шнаха Ивана Третьего. И какое-то время сам Иван Третий и его любимый диак. Он будет все силы прилагать, чтобы этого диака сохранить. Уже там над ним нависало сожжение, казнь, но вот защищал он его. И вот что получилось? Получился династический переворот. Наследовал трон другой сын Василий, будущий великий князь Василий Третий. И дальше, после этого собора, 1504 года, тут же смерть царя, конец этой эпохи Московско-Новгородского религиозного движения. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, Вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok